Пляши, детки, пляши! Ой, молодцы, добрые! Праздничка вас с Масленицей Шердакой! Вонедельник встреча Чистой Масленицы! Вонедельник сегодня встреча Чистой Масленицы! Пришла, не минуешь! Уйдет, не увидишь! Уйдет, не увидишь! День веселья! Три похмелья! В голове шумит! Ой, ноги не ходят! Да плясать-то надо! Пляши, детки! А ну-ка, не славно, приключи! У тебя ножки, спрашивай! Я рад, что вас... Я рад, что вас... Как хорошо, что вы пришли! Все! Больше ничего! Вижу... Извините мои лица! Спасибо вам большое, что вы пришли! Все! И больше ничего! Начали с Масленицей! Родные мои! Поздравляю! Дальше уже будет вечер! Дальше будем развиваться! Смотреть, слушать, шутить и так далее! Здоровья вам! И... Начали! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Мы с вами были единомышленники, многое о чём знаем, многое проходили, многое обсуждали. АПЛОДИСМЕНТЫ Он всем известен, это прекрасно. Вы знаете, то, что Толя бросил писать критические рецензии, для меня это потеря. Вот искренне вам скажу, потеря, потому что он писал прекрасно, он писал умно, он умел критически относиться к спектаклю, не оскорбляя, не унижая, а уважая именно тех людей, о которых он писал. И то, что Анатолий Миронович прошёл эту прекрасную школу художественного театра, то, что он всё знает. Ну, понимаете, вот художественный театр, плюс его любимый Булгак. Вы представляете, что надо знать о театре? И как надо знать о театре? Но, к сожалению, Анатолий Миронович не поставит спектакль, театральный роман, так как нужно поставить, так как он бы это видел по-настоящему изнутри. Но, в связи с тем, что вручается премия этому человеку, я хочу ещё сказать вот что. На этот пост председателя Союза меня сватал Анатолий Миронович. Это он концом прибежал, приехал от Ульянова, потом Ульянов со мной уже беседовал несколько раз. Что они там обсуждали, как они обсуждали, ну, это уже Толя будет рассказывать. Но то, что он меня посвакал на этот пост, это тоже его и работа. Хотел сказать, заслуга, нет? Это его работа. Сказать не надо. Вот. Толя, тебя все любят. Теперь я скажу, особенно я, потому что очень много связано. Тебе здоровье, родные мои. Ты сейчас покинул пост, стал удивительно теперь свободным и в то же время богатым по времени. Теперь можешь писать, теперь можешь делать всё, что ты хочешь. При прекрасной должности президента. Можешь сказать президенту? Президент. Как теперь будет называться преддет школы-студия? Еще один президент. Значит, президент школы-студии МХАТ. Давайте поаплодируем. Такого не было. Такого не было. Толя, мы выпьем сейчас за тебя. Мы выпьем за тебя. Сейчас я тебе преподнесу конверт. Это премия председателя. Я честно сейчас скажу. Ее получали без зазрения. Я утром вручил вас этот знак золотой. Я и думал, что это все. Я же знаю, что это все. Ее получали спокойно, абсолютно, не дрожали, не говорили ничего. Юрий Петрович Любимов. Ну нет, просто я тебе могу назвать ряд фамилий, очень уважаю. Очень-очень уважаю. Спасибо. Вот. Поэтому, Толя, твои должность, это все нужно. Здоровья тебе, родные. У меня сразу в голове была длинная речь. Я понимаю, что, знаете, на моем вечере, 13 декабря в Амхате, была импровизация, подготовленная режиссером, который был, Женя. Но я не обязал ничего, что они там сделают. И потом уже, после вечера, который я, к сожалению, смотрел в Америке, в больнице по телеканалу Кузьгин-Уградычу. Ну так получилось жизни. Значит, мне потом рассказывал, или ты, или золотовист. Тут подошел к Леори и говорит, Леори Брэм, чувак, у нас к вам просьба, покороче, ладно? А что Леори очень сильно сказал, нет, покороче не смогу. И говорил пространно. Вот я хочу что сказать. И, во-первых, я не ожидал. Клянусь вам. Просто клянусь, что я думал, когда ты сказал, это действительно очень высокая честь, это знак высшей союза театрального, к которому каждый из нас имеет какое-то отношение. А я имею прямое отношение к появлению союза театральных деятелей. Что Саша сказал про Ульянова. Но ведь на самом деле, если кто-то из вас был на том поворотном съезде, который вел еще царев. Я еще помню, почти арест. Ну, я старый уже, ты понимаешь, поэтому я оговариваюсь, были ли они, не были. Но, идя на этот съезд, Олег Ефремов мне говорит, слушай, надо уже что-то делать, надо там то-то, то-то. Вообще, многие считают, что я за него там все писал. Вы знаете, что, с одной оговоркой. Я никогда не писал то, что я хочу написать. Я мог с ним поговорить на лету и спросить, что? И он говорил интонацию, там, или там. Это, может быть, даже было так. Ты понимаешь? Все, я понимал, что это он хочет написать. И я написал ему какой-то текст, который, конечно, сейчас совершенно не помню. Ну, видимо, к нему актеры, я знаю эту поколягину, когда текст им нравится, они осваивают его как-то очень хорошо. Присваивают хорошо. Так Райкин присваивал Жванецкого. И когда думал, ну, сам написал. А доцент тупой. Ну, это же Никманин, я не знал, что там Жванецкий. И Олег произнес эту речь, которая взорвала Всероссийское театральное общество. И в итоге привела к созданию союза театральных деятелей, когда из Италии срочно был вызван Ульяна. Его не было на съезде. Ну, и произошли все эти события. Я не знаю, как эти события оценить. Мы не знаем, нам дано только что-то делать, а потом это оценивается, плохо или хорошо. Но вот, Сашенька, мне очень хочется, чтобы союз жил, существовал, помогал людям. Потому что у нас в России, я много раз по-разному думал, что, может, надо распустить союз, создать профсоюзы, или вообще косу за их помощь, или вообще что-нибудь такое. Потом я вдруг понимал, и меня дочь однажды моя убедила, когда я там что-то такое критиковал, наши, родные, где мы все выросли в депертуарные театры. И говорю, ну вот это кошмар, это собес, это там то-то, то-то. И она, прожившая 20 лет в Америке, работающая в Гарвардском театре, в институте, и говорит, ты не представляешь, как страдают американцы, которые без работы все, и которые в состоянии все время обслуживать столики в ресторанах, и ждут, и ждут годами, и десятилетиями, когда хоть что-нибудь. И я вдруг понял, что, знаете, есть плюсы, есть минусы. А мы живем, как у Толстого. Война и мир. Мир это не значит не война, что это мир и война. Это жить миром, значит, помогать, здороваться. Вот у нас в школе-студии, где я пока еще, кстати, ректор. И, кстати, ушел доброволучастный Женя. Я не читаю Фейсбук, не включен в социальные сети, потому что я и так-то, когда комментарии вижу к любой, ты сам, это невозможно читать, потому что все хамство страны, вся ее быдлость вырезает в комментах. Женя мне рассказал, что там один молодой человек, ну не молодой уже человек, значит, спекулирует на тему моего хода, говорит, значит, что? Он в 70 лет был освобожден по федеральному закону, а теперь, значит, придумывает, что он ушел добровольно. Я хочу вам сказать для уточнения, а вы это расскажете. Нет, я был переназначен, вопреки федеральному закону, назначен исполняющим обязанности, с формулировкой, назначен исполняющим обязанности ректора школы-студинка до избрания нового ректора. То есть я мог сидеть еще, и пережив то, что я пережил в декабре-январе, есть возможность была обдумать жизнь. И увидев, прочитав, это меня что-то жутко вдохновило, это смешно, но это так, уход папы Риттска. Когда он скажет, что человек первый раз за 600 лет добровольный, я подумал, есть кому вообще... Подразия? С кем сравнивать? Я подумал, а что я к черту буду ждать? Ну, год пройдет, полтора, что это меняет в своей жизни? Я свободный человек, у меня телевидение, у меня художественный театр, у меня школа, в конце концов, я все равно скажу с президентом, и как могу буду помогать. Что изменится? Кроме того, что я освобожусь от ежедневных бесед с бухгалтером, по учебным... В общем, про общежитие, про черт знает что. Я это сделаю, поэтому я ушел действительно добровольно. И когда на ученом совете я это объявил, в день смерти Сталина, и так... Как вы выбрали, как подобрано, а? Знаешь, несколько человек, и здесь сидит Маша Брусникина, которую я очень люблю, как-то даже всплотнули, понимаете? Я подумал, мне большей благодарности за 13 лет службы в школе и за 33 года службы художественному театру, знаете, больше благодарности не было. Потому что, ну, черт его знает, что мы сделали, как мы сделали. Я писал этот художественный театр во всех его деталях, и в мемуарах, и так далее, и так далее. Союз другая часть моей жизни, и когда было плохо, мы работали в Союзе, потом опять в театре, и так далее, и так далее. В общем, мы живем миром, а не войной. Я всем вам желаю, и Союзу желаю, чтобы в этом мире жили, понимали, что это мир, а мир требует некоторого порядка. Потому что у нас страна хаотическая, беззаконная, бандитская, и все-таки, все-таки у нас здесь, как мне казалось до последних событий в Большом театре, ну, все-таки какой-то мир. Сегодня я сейчас получил статью из Нью-Йоркера, приехал главный редактор этого главного либерального журнала Америки, то есть мира, Дэвид Ремник. Он у меня тоже сидел в кабинете, сейчас прислали, во-первых, проверяли каждое слово, правильно ли сказал, вот что значит журнализм. Как он описал историю в Большом театре, с какой потрясающей подробностью, и это никто из вас не знает, и я не знал. Это он собрал все, он ушел в историю, он рассказал все вокруг Большого театра. Это повесть, повесть в журнале Нью-Йоркера о том, что у нас произошло, абсолютно рефлексирующая страну. Вот это потрясающая штука. Советую всем перевести это на русский язык, вывесить на сайтах и прочитать, чтобы люди театра это видели. Ну ладно. Ты написал там? Нет, я не написал, я ему говорил чего-то. И он, видимо, дописывая три дня назад, когда звонила эта женщина, проверяла факты, а он мне прислал имейл. Ну вот выходит статья, там все, он говорит, ты видел, что у нас нашли этих людей? Это все описано там, он успел. Что нашли заказчики, и дальше я по-английски пишу, и мы заканчиваем. Бат, но и многоточие. И он как настоящий говорит, что за бат, что за этим стоит? Я говорю, да ничего не стоит. Ждали каких-то потрясающей развязки, что какой-то злодейший, экспиристливый, оказалась банальная, гнусная, театральная история. Страна разочарована. Так что давайте, живите в мире и любите друг друга. Вот и все. Праздник продолжается. Спасибо. Спасибо.